Приветствую вас, и по вашему описанию, по тексту, да, складывается такое ощущение, что у вас есть в отношениях определенный кризис, вот, который назревал довольно давно, по времени, вот, и который, так сказать, проявил себя вот в этой конкретной ситуации, которая с вами произошла. Ну, судя по тому, что вы описываете, можно сделать вывод именно такой, вот, потому что вряд ли бы человек стал бы так негативно реагировать на то, что вы ему, там, позвонили с него в имя, вот, и так далее, ну, настолько сильно, да, что даже, вот, с вами перестал общаться, перестал разговаривать, вот. То есть, мне, если честно, кажется, что здесь проблема, она совсем, ну, другого характера, вот, не имеет отношения к тому, что описали вы, вот, а это просто предлог и повод, повод для того, чтобы, может быть, с вами отношения завершить, или что-то в этом, в этом роду. Вот. Вы пишите, что моя проблема в том, что я не понимаю твоего молодого человека. Лилия. Лилия. Что вам хочется сказать? Понимаете, вы, вы не можете и не должны понимать своего молодого человека. Потому что он, скорее всего, сам себя не понимает. Так же. То есть, человек не всегда способен, да, понять себя, чтобы говорить о том, чтобы его поняли другие. Вот. И в этом случае, в этом смысле, вам лучше, значит, подумать о себе, скорее. В этом смысле вам лучше решить для себя, понять себя, вот, что хотите вы, что нужно вам. Ведь, по большому счету, понимать другого совсем не обязательно. По большому счету, важно понять только себя. И все. И это позволит вам иметь беспроигрышную позицию по отношению к другим людям. Вот. Потому что позиция других людей может меняться. В том числе и по отношению к вам. Ну, просто потому что люди такие. От этого никуда не деться. А вы будете идти, как бы, со своей точки зрения, со своими границами, со своими правилами. Вот. И, значит, горя знать вы не будете. Что есть? Я считаю, в общем и целом, очень даже хорошо. Да. Вот. 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 Поэтому понятно, да? Я надеюсь, о чем идет речь. Что понимать другого человека, ну, это очень неблагодарное вообще занятие, очень неблагодарный вообще труд. Вот. И, соответственно, вы, когда пытаетесь понять другого, вы, ну, в определенной степени принижаете себя, к сожалению. Вот. Поэтому от данного аспекта я рекомендую вам отойти. Обратите внимание, обратите внимание лучше на то, что составляет ваши чувства. Вот. Что вы чувствуете? Вот. Сейчас вы не понимаете молодого человека, да? Что вы чувствуете? Какие у вас чувства возникают? Вот. Как вы себя чувствуете? Чего вам хочется? например. Понимаете? Вот это то, что нужно разобрать вам, потому что данный аспект и есть корень проблемы. Те чувства, преимущественно негативные чувства, которые вызывает данная ситуация молодым человеком. Например, чувство покинутости, допустим. Чувство ненужности, допустим. Чувство одиночества, допустим. Все эти истории, все это, как правило, идет из детства и, соответственно, работать нужно в данном направлении. Надеюсь, вам это понятно, то есть ваше собственное чувство, ваши собственные эмоции, ваши собственные ощущения стали, ну, соответственно, причиной такого вот поведения по отношению к вам молодого человека. Ну, скорее всего, я так думаю, потому что вы говорите, что вы ему позвонили, да, вот вы пишите, что он недавно уезжал на соревнования. Перед его приездом мы поздорили, для того, что я ему невольно позвонил, хотя от него три дня не было звонка. То есть у вас получается нет договоренности четкой по поводу того, когда вы можете звонить. вы переживали из-за того, что он вам не звонил, то есть вы чувствовали себя, ну, как-то негативно. Вот. И это, конечно, история, в первую очередь, про вас. Это история про то, что чувствуете вы. Это история про то, что вы думали, когда мужчина вам не звонил. не звонил, средняя, средняя, средняя. Вот. И, соответственно, второе, для чего вы звонили, почему вы звонили, например, а не написали. То есть было ли это так уж вот прям необходимо, да, именно звонить, именно звонить. Вот. Мне кажется, это составит на важный момент. Значит, и вот, не успев поздороваться, с ним он моментально накричал на меня и бросил трубку. А больше не звонит уже неделю. Ни за всем понятно, он приехал или нет. Я набирал от храбрости и сама звонил, но он сбрасывает вызов. Опять же, если он приехал уже, то зачем вы... позвоните ему, когда можно встретиться. Вот. Вы говорите, помогите понять, что произошло. Значит, ну, по поводу того, что произошло, я вам, в принципе, сказал, да, я не думаю, что здесь можно что-то добавить. Вот. Что произошло именно то, что разрывал кризис. И мужчина использовал, использовал данную ситуацию для того, чтобы, ну, повернуть ее вот так, что виноваты вы. Вот. Ну, в этой ситуации. Которая произошла. Хотя, на самом деле, ну, понятное дело, что вы, там, ни в чем не виноваты. Это понятно. Вот. Смотрите. Кхм. Вы говорите, что я набирал вас храбрости и звонил ему. Что-то здесь у вас идет, как будто, знаете, такая очень, ну, позиция, да, уязвимая позиция. Что-то вы не уверены в себе. Вы боитесь. Вы жертва. Вы не несете ответственности за себя саму. Кхм. Не несете ответственности за свои чувства. Вот. Ну, в данном случае. И это, конечно, очень серьезно. То есть, помимо того, что вы пребываете в состоянии жертвы, помимо того, что вы хотите, чтобы человек давал вам ту реакцию, ту реакцию, тот ответ, ту обратную связь, которая вам нужна для того, чтобы чувствовать себя хорошо, вы еще и боитесь. То есть, у вас возможно, возможно, я опять же говорю, что возможно, я не знаю, у вас есть гипермотивация быть с этим человеком. Гипермотивация, сверхмотивация должна быть чем-то обусловленным. Вот. Знаете, сверхмотивация должна быть чем-то обусловлена вашим желаниям, вашими потребностями, да, или наоборот, нежеланием, страхом, например, страхом, ну, одиночества там и так далее. Вот. И, соответственно, данные элементы нужно также разбирать. Вот. Потому что от этого напрямую зависит то, как в будущем вы будете выстраивать свои отношения. Не важно с кем, не важно с этим мужчиной или с другим мужчиной. Это совершенно не важно. Важно, что от того, как сейчас вы себя преподносите, ситуация лучше не становится. Дальше. А есть ли надежда на продолжение пищевой? Понимаете, вот надеждой, надеждой, да, надеждой живут кто? Дети. Дети живут надеждой. У детей такая вот позиция, позиция веры, что все само собой образуется. Оно может быть и образуется, все само собой. В том плане, что может быть мужчина там поймет, что он поступал не очень хорошо. Может быть он поймет. Опа. Но, ситуация, которая произошла между вами, она, эта ситуация, она, значит, повторится снова. Рано или поздно, она, эта ситуация снова повторится. То есть, мужчина что сделал? Он закрепил за вами определенное место в своей жизни. И вы этому месту в его жизни должны следовать. И когда вы не следуете месту в его жизни, когда вы говорите, что нет, я хочу чего-то другого, ну, как-то по-другому хочу, значит, себя проявить, допустим, он на вас, соответственно, ругается, кричит и так далее. Это означает, что либо мужчина вас использует, либо он не чувствует себя в безопасности. Ну, до конца. До конца безопасность себя не чувствует. И поэтому так негативно реагирует, когда вы делаете что-то по-своему. Поэтому я рекомендую вам данную ситуацию рассматривать с той точки зрения, что вам сейчас дали хороший перерыв. Ну, вот. Именно в плане отношений. Побудьте одна, подумайте над тем, какие вы испытываете чувства. Подумайте, например, над тем, почему, именно почему у вас возникает, возникают такие истории, что, так уж получилось, пишите вы, да? То есть это, видите, не случайно. Не случайно вы пишите, так уж получилось. То есть вы как будто за это не несете ответственности. Никакой. А ответственность она должна быть. Ответственность она нужна. Понимаете? Вот. Поэтому здесь ситуация вот именно с такого аспекта. Именно с такого плана. Вот. И я надеюсь, я надеюсь, что вы для себя это учтете. Вот. Ну, будете учитывать в дальнейшем. Потому что это важно. Вот. В принципе, то, что можно вам сказать. Вот, в принципе, то, что можно вам ответить. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Про повис сюжет вы можете почитать в интернете, исследовав треугольник Карпмана. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Я могу тебе приобрести. Давай- knee- knee- knee. Яbesу поиск. enэго. Я не ехалVE. Продолжение следует...